Давайте послушаем. Плиту. Значит, третье у нас. Плиту. Три недели назад Ирина Вагнер перенесла инсульт, в результате которого наступила тотальная афазия, то есть полная утрата речи. Говорить 45-летней женщине пришлось учиться заново. Ежедневные занятия с логопедом дали результаты. Сегодня Ирина уже может строить фразы. Я еще два дня, две недели вообще ничего не говорила, а сейчас вот все. Ирине пока трудно бывает подобрать слова. «Я чувствую себя иностранкой в своей стране», — говорит она. Поэтому и занимаются со мной, потому что я думаю, а сказать не могу. Здесь большое поражение именно участка, отвечающего за речь. И речи не было вообще никакой. Не было ни одного звука совершенно. У нас очень хороший прогресс. Ирина работает, она трудится усердно и круглосуточно, поэтому прогноз самый лучший. Инсульт коварен, опасен, непредсказуем. Основной фактор риска — артериальная гипертензия. Очень многие пациенты игнорируют и не принимают препараты гипотензивные, так как назначено было врачом. Дальше эта гипертония приводит к повреждению сосудов, которая приводит к осложнению в виде острого нарушения мозгового кровообращения. Огромное значение в выздоровлении человека, перенесшего инсульт, играет реабилитация. У Нины Ивановны Кравченко инсульт случился более трех месяцев назад. Сегодня она только-только начинает садиться. С помощью посторонних. Превозмогая боль, слушается медсестру Татьяну Платонову, которая каждый день занимается с больной гимнастикой для рук и ног. Что меня вдохновляет на эту зарядку и на все. Тоже думаю, ага, значит, я скоро смогу встать. И пойти, да? Верите в это? Хотя бы верю. И самое главное даже не пойти, а хотя бы стоять. Каждого пациента с инсультом смотрит так называемая мультидисциплинарная бригада. В состав такой бригады входит невролог, входит врач-логопед, психолог и врач лечебной физкультуры. Большую роль играет и физиолечение. Одна из процедур – парауглекислая ванна, назначается на третьем этапе восстановительного лечения. Её эффект основан на том, что сощественное действие углекислоты и пара оказывает сосудистый эффект. То есть улучшается кровообращение в сосудах сердца, самое главное – в сосудах головного мозга. Переносится она очень хорошо. Больные отмечают после этой процедуры ощущение лёгкости. Реабилитационный период после перенесённого инсульта длится около года. После основных мероприятий по оказанию помощи больного выписывают домой. Но после он ещё не раз возвращается в отделение для продолжения реабилитационных мероприятий. Но и находясь дома, работа по восстановлению функций организма не должна прерываться. Татьяна Брылова, Алексей Лин, Екатерина Чернышёва, Видное ТВ.